Здравствуйте, я Муран Владимир, мастер-тренер фитнес-клуба Арбат Фитнес. Я являюсь многократным победителем многих соревнований по жиму лежа, являюсь рекордсменом мира по жиму лежа, а также являюсь двукратным чемпионом Европы и мира по пауэрлифтингу в отдельных упражнениях, то есть по жиму лежа. Поэтому я имею право рассказывать и показывать, как надо тренироваться, чтобы развить правильно развитую мышцу грудной клетки. Я хочу вам рассказать о тренировке мышц груди. Итак, упражнения на грудь выполняются при помощи штанги, гантелей, а также всевозможных тренажеров, как тренажер, допустим, ПЭКДЕК, разводка или бабочка. Все они имеют определенные функции. Жим лежа бывает широким хватом, узким хватом, головой вверх под 45 градусов и головой вниз. Все это нацелено на то, чтобы развить правильно мышцу груди. Условно мышца груди делятся на внутреннюю часть и внешнюю часть, а также существует нижний пучок мышц, средний и верхний пучок. Вот для этих пучков мы и выполняем данные упражнения. Итак, основным упражнением в жиме лежа является жим широким хватом на горизонтальной лавке. Всем привет! Ну вот сегодня я провел тренировку спина-грудь. Спина была легкая, я подтянулся широким хватом 10 подходов по 10 раз, где-то 10-11 минут потратил на это. И сразу потом узким хватом 10 по 10, тоже где-то 10 минут, 22 минуты. Потом передохнул и стал делать грудь-пирамиду. Значит, как я делал пирамиду? Ну, сначала я поднял штангу 40 килограмм, не помню, 15 или 20 раз, уже не помню. Потом 60 килограмм 10 раз, 90 килограмм 10 раз, 110, уже не помню, честно говоря, сколько раз. И потом, по-моему, то ли 130, то ли 140 на раз, 150 на раз, ну и 160 на раз. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон»